Сегодня и для нас день символичный. И думаю, что для вас, с учетом вашего длительного ожидания жилого помещения. Надежда – сирота. После смерти мамы жила с бабушкой и отчимом. Когда пришло время, встала в очередь. К слову, в крае она огромная. Если считать тех, кого включили в список с 14 лет, то в ней 8 тысяч человек. Старше 18-ти – 6 тысяч. А сертификаты планируют выдавать уже социально адаптированным взрослым людям, которым исполнилось 23. Надежда – как раз из таких. Она замужем, есть ребенок. Честно, сначала дар речи пропал. Потому что столько времени ожидать. Мы решили частный дом брать. Где? Здесь, в городе. Уже присмотрели что-то? Ну, смотрим. Потому что ценники сейчас – это что-то с чем-то. Мы уже не собирались ждать, если честно. У меня двое детей. Мы хотели скорее уже приобретать свое жилье. Но решили немножко еще подождать. И не зря. Вообще жилье детям-сиротам в крае начали давать с 2012 года. До этого действовала система субсидий. Но найти подходящее по квадратуре и с полной отделкой, а требования были именно такими, чтобы заходить и жить, было проблематично. Мы живем же все, скажем так, в рыночной экономике. И как будто застройщика заставить продать, когда у него чуть ли не на стадии котлована уже приобретаются жилые помещения. И заставлять его делать какие-то отделки, то есть нести дополнительные расходы. Соответственно, растет и стоимость квадратного метра у него. Ну, застройщику это просто, скажем так, я считаю, что невыгодно. Собственно, исходя из этих проблем, в крае решили выдавать сертификаты. Каждые на сумму в миллион 407 тысяч рублей. Чтобы его получить, сиротам, стоящим в очереди, необходимо написать заявление. Все подробности на сайте Минстроя. К слову, принимать заявление начали с 12 ноября. Сейчас их уже 46. Первые трое счастливчиков сертификаты уже получили. Всего в этом году планируют выдать сотню. В следующем пока неизвестно. Но общая выделенная сумма на приобретение жилья 345 миллионов. Возможно, будет и больше. Конечно, ограничения в приобретении жилья по сертификатам остаются. Но теперь их гораздо меньше. Соответственно, выбор больше. Так что огромная очередь потихоньку начнет сокращаться. Возможно, по 10 лет ждать своего уголка уже не придется. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.